В эфире программа Начнем с важных кадровых назначений. Вице-губернатором Рязанской области назначен Михаил Семенов, ранее возглавлявший Департамент управления президента по социально-экономическому сотрудничеству со странами СНГ, Южной Осетии и Абхазии. В региональном правительстве он будет курировать сферу промышленности, экономики, строительства и другие вопросы. На заседании правительства своего зама Николай Любимов представил словами «В нашей команде прибыло». Николай Юж, коллеги, спасибо за оказанное доверие. Готов приступить к выполнению поставленных вами задач. Я думаю, коллеги вас поддержат, помогут. Федеральные наши коллеги, с которыми мы тесно очень работаем, общаемся, на хоккей ходим вместе. Владимир Анатольевич не даст соврать. Поэтому в добрый путь. Николай Любимов стал хедлайнером двухдневного делового форума «Вектор производительности», который стартовал сегодня. Основная тема обсуждения – подходы к расширению участников мероприятий по повышению эффективности труда за счет внедрения технологий бережливого производства. Наша секция образования разделена на три секции. Школа, детский сад, ИСУС, где мы показываем применение бережливых технологий. Таких площадок на третьем деловом форуме «Вектор производительности» несколько. Каждая тематическая представляет какое-либо производство, например, завод, центр предоставления услуг и другие. Акцент на обмене лучшими практиками внедрения этих самых технологий бережливого производства и применение комплексного подхода в реализации проектов по оптимизации офисных и бизнес-процессов. Все больше организаций и предприятий принимают философию бережливого производства, начинают пересматривать привычные способы работы и отношения к ней. По своему формату и количеству участников расширяется и сам форум. Мы принимаем сегодня наших коллег из 37 регионов Российской Федерации, от Крыма до Сахалина. Демонстрируем наши достижения, вместе учимся новому, обсуждаем и общаемся. Первый день на форуме выступят больше 20 спикеров. Это эксперты в сфере бережливых технологий в различных отраслях. На главной сцене выступят представители Росатом, Федеральный центр компетенции в сфере производительности труда и другие. А вот это новые конструкции слева, стратегии управления изменениями. Это разработка КАПСИ, компания. Это не очень большая компания, Марк Розин. Но просто с Росатомом они уже где-то лет 10 работают. И на основании нашего опыта они вывели вот такую модель. Вот здесь две половинки. Когда у реформатора, который делает изменения, есть ресурсы. И когда у реформатора мало ресурсов. Только лишь теорией все не ограничится. На форуме предусмотрена и большая практическая часть. Открыты тематические модельные площадки город-производительности, где продемонстрируют лучшие практики внедрения технологий бережливого производства. А во второй день пройдут деловые игры фабрики процессов. Будет организована работа практических образовательных площадок по развитию софт-скиллс-навыков. Валерий Седов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». В городе Кораблино продолжается благоустройство Березового парка по программе «Комфортная городская среда». На реконструкцию направлено 75 миллионов рублей. О ходе масштабной стройки расскажем далее. Проект «Березовый парк» для города Кораблино основной в масштабной программе благоустройства. Цена вопроса 75 миллионов рублей, 50 из которых – федеральный грант. Главную аллею и основные дорожки отделывают ротуарной плиткой. На пруду обустроят пляж с деревянным настилом, раздевалками и зоной для пикников. Рядом появится волейбольная площадка. По словам мэра города Вячеслава Ермакова, подрядчика нашли ответственного. Наши подрядчики стараются выйти до наступления дождливой, прохладной погоды и зимы. То есть поставив себе фундаменты подо все объекты. В основном уже такие мероприятия практически сделаны на всех объектах. Это и смотровая башня, это домик Рыбака, это национальный павильон, это пляжная зона. Они уже практически из зимы вышли. Теперь, как бы так нам дождь, ну, будем считать, не страшен. Можно продолжать работу, не так будет страшно. В парке уже появились роллерная трасса и скейт-парк. Не говоря уже о популярных нынче спортивных тренажеров. При этом географическое положение дает о себе знать. Уровень грунтовых вод в этом районе очень высокий. Для подрядчика дополнительная неприятность. Официальная дата окончания работ – 1 ноября. Немножко, конечно, отстаем от того плана, который был еще прописан в августе месяце. Но стараемся нагнать. Наш подрядчика, кажется, уже дополнительные силы сюда присылает, усиливает группировку. Так будем сказать, военным словом, усилим группировку, чтобы сдать вовремя и качественно. Березовый парк – это место, которое теперь должно стать центром притяжения для всех горожан. Ведь в скором времени именно здесь власти будут отмечать основные памятные даты для кораблино. А также устраивать праздники и гуляния. Как говорят в местной мэрии, людям должно понравиться. Герман Гущин, телекомпания «Город» при содействии телеканала ТВ Кораблино. Традиционная осенняя охота в Рязанской области в этом году началась еще 21 августа. С этого же дня сотрудники Росгвардии и представители региональной Минприроды проводили в регионе профилактическую акцию по пресечению фактов незаконной охоты и нарушения в сфере обороты оружия. Сегодня она завершилась. С итогами Анна Герцовская. Сезон охоты на территории Рязанской области открыт до 30 ноября. Получить свою порцию адреналина в поисках степной, боровой, полевой и водоплавающей дичи теперь может каждый желающий, у кого, правда, есть лицензия, охотничий билет и разрешение на оружие. Некоторые рязанцы на звериные тропы уже вышли. Сегодня охота у нас состоялась, добыли утку, селезня. Охота для меня это хобби, позитивное настроение, отдых на природе, а также встреча с друзьями. Чтобы времяпрепровождения оказалось действительно приятным и полезным, охотникам следует соблюдать определенные правила. Например, вовремя регистрировать оружие, правильно его хранить, а также бережно ухаживать за боеприпасами. Иначе охота станет незаконной и вы попадете на карандаш сотрудникам Росгвардии. Силовики провели в регионе профилактическую акцию «Осенняя охота». Основные нарушения – это нарушение правил перевозки. То есть у нас перевозить оружие в автомобиле разрешается либо в заводской упаковке, либо в чехле. Незачехленное оружие перевозить с места на место запрещено. Оружие должно быть обязательно разряжено. Ну и также попадаются такие нарушения, как передача, скажем так, своего оружия другу. То есть передача оружия какому-либо второму лицу запрещена. Это также является грубым нарушением, что приводит к изъятию оружия. По итогам проверки к ответственности привлекли 31 человека. Изъято 4 единицы огнестрельного оружия. Это если не считать ежедневных профилактических бесед с охотниками. «Любая охота вне пределах охот угодий запрещена. Так называемые имеются зеленые зоны. Это зоны, приближенные к городской черте. И либо в сельских поселениях это ближе, чем 200 метров до границы сельского поселения. Там охота запрещена». Также сегодня запрещается применять оружие при плохой видимости, если охотник точно не удостоверится, что целится в конкретную цель. Нельзя открывать огонь по дичи вблизи электропроводов, стрелять по информационным знакам. Грубейшим нарушением является охота в состоянии любого из видов опьянения. В этом случае нарушитель может получить административный штраф, его оружие будет изъято, а охотничий билет может быть аннулирован. Анна Герцовская, телекомпания «Город». В Рязанской области стартовал грибной сезон. И сотни любителей тихой охоты устремились в леса. Вот только многие уходят неподготовленными. Отсюда большое количество потеряшек. Поисковые отряды буквально завалены заявками о пропавших. Как себя вести, если заблудился, знает Валерий Седов. Вчера пенсионер, 82 года, уехал на автомобиле в лес. До сих пор не найден. Вчера женщина, 80 лет, по-моему, 80 лет или 78, ушла в лес за грибами, была вытащена добровольными спасателями, мещеры. Позапозавчера пенсионер под 70 лет, или чуть за 70 лет, ушел в лес за грибами, погиб. Обнаружен вчера поисковиками мещеры. Статистика по внезапно пропавшим за один только сентябрь поражает. Поисковый отряд мещера работает практически в режиме нон-стоп, до 10 заявок ежедневно. Звонят из Касимовского, Клепяковского, Шиловского и Рязанского районов. Обычно потеряшки – это пенсионеры, которые ушли по грибы и не сказали об этом родственникам, тем самым нарушив первую рекомендацию поисковиков. Еще одно не менее важное правило, о котором грибники забывают надевать яркую одежду. Эта рекомендация не появилась, если бы рязанцы не предпочитали одежду цвета хаки. Может, не хотят выдавать грибные места, а может, нет другого подходящего наряда. Однако при поисках человека в яркой одежде заметить куда проще. Это очевидно. Кстати, о самих поисках. Евгений Лин рассказал, что делать и в том случае, если человек понял, что потерялся. Конечно, он должен стоять на месте и ожидать спасения. Перемещаться не рекомендуется. Во-первых, потому что в темноте можно легко получить травму. Во-вторых, может получиться так, что поисковая группа окажется в районе, где он находится, будет его кричать, сдвать, сигналить автомобилями или сиренами спецавтомобилей. Рекомендации касаются тех случаев, когда телефона нет или батарея села. В других случаях стоит набрать номер 112. Дозвониться можно, даже если антенна телефона не ловит сигнал. Это самые простые советы. Их соблюдение поможет не только не потеряться в лесу, но и вернуться домой с грибами. Валерий Седов, Станислав Кудряшов. Телекомпания. Город. В салоне на Старом Перекрестке открылась выставка спасских художников-любителей. Пейзажи и натюрморты, написанные в окрестностях Старой Рязани, в исполнении сразу нескольких авторов-художников, можно увидеть в течение ближайшего месяца. Знакомые до боли виды на Аку с белым силуэтом храма на берегу. Сосновый бор в закатных лучах. Старая ветла, раскинувшая ветви у калитки деревенского дома. Герань в полисаднике. Все эти сюжеты на полотнах художников-любителей играют совершенно новыми красками. И в прямом, и в переносном смысле. Поэтичное, трогательное отношение к родным местам прослеживается в каждом мазке. А колористическое решение иногда поражает своей смелостью. При том, что авторы некоторых пейзажей пришли к занятиям живописью в сознательном возрасте. Я первый раз участвую в этой выставке. Вообще я занимаюсь архитектурой, но любовь к рисованию у меня с детства. И я очень счастлива, что в Спаске нашлись такие люди, с которыми можно поговорить на общие темы, поработать вместе. Общие интересы – это очень важно. И они меня поддерживают. Светлана Васильевна меня, в общем, очень часто поддерживает. Светлана Климашова – преподаватель живописи не только для взрослых, но работать с сознательными учениками гораздо ответственнее и интереснее, говорит она сама. Это мотивирует постоянно изучать что-то новое самой и познавать разные грани технической стороны живописи. Мне, конечно, очень приятно представить здесь не только мои живописные этюды, какие-то работы, но и работы моих учеников. Учеников сложно сказать, потому что они все очень такие успешные, взрослые, работают педагогами, медики есть, бухгалтеры, то есть люди разных профессий. Импрессионизм и атмосферность, присущие этой выставке, вряд ли оставят равнодушным зрителя. Ведь эти работы в основном принадлежат кистине профессионалов, что скорее можно заметить по смелости цветовых и композиционных решений. Марина Романюк, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». На этом у нас все. Еще больше новостей на нашем сайте город62.tv и на наших страницах в соцсетях. Всего доброго! Редактор субтитров А.Семкин